Добрый вечер, мы перевесим Карачаево, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Сегодня мэр Черкеска Алексей Баскаев отчитался о том, каким направлением развития региональной столицы было уделено внимание в прошлом году, а также рассказал о планах на ближайшую перспективу. Присутствовавший на мероприятии глава республики Рашид Темрезов дал градоначальнику ряд поручений. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Ежегодный отчет руководителя муниципального образования – это не только наиболее полная информация о том, что было выполнено в региональной столице за определенный период. Это и рассказ о том, какие преобразования ожидают город в ближайшее время. Мэр Черкеска Алексей Баскаев сообщил, что, пожалуй, главным событием 2022-го стали торжества в честь столетия Карачаево-Черкесии. Юбилею было посвящено подавляющее большинство мероприятий и открытие социально значимых объектов. А ведь все это выполнялось, несмотря на вполне понятные трудности, с которыми страна сталкивается в последние годы. Несмотря на все трудности, в том числе санкционную политику в отношении нашей страны в Черкес, сохранить стабильность во всем важнейшем направлении. Мы продолжили воплощать жизненно-меченые планы по развитию благоустройства города, укрепили доходную базу муниципального бюджета, в полном объеме выполнили социальные обязательства и дороги. Градоначальник рассказал о наиболее значимых реализованных в Черкесске проектах. Это открытие главной спортивной арены республики футбольного стадиона «Нарт», Центра молодежного инновационного творчества, Соборной мечети, одной из крупнейших на Северном Кавказе. Нельзя забывать о продолжении благоустройства дворовых территорий, ремонте автомобильных дорог, создании комфортных условий для отдыха населения в различных микрорайонах города. При этом бюджетом должно быть предусмотрено выполнение всех поставленных задач. Объем поступлений в городской бюджет составил 4,586 млн. рублей. Это стоит 0,2% от прогнозирующихся поступлений. Объем собственных средств доходов бюджета в Черкесске в прошлом году вырос более чем на 9% или на 112,5 млн. рублей. Безвозмездные поступления увеличились на 6,3% и 194,5 млн. рублей. Уделил внимание градоначальник и планам по дальнейшему развитию Черкеска. В 2025 году город отметит 200-летний юбилей. Масштабная подготовка к столь значимому событию предусматривает создание организационного комитета. Указ о его учреждении подписал глава республики Рашид Темрезов. При этом планы вовсе не будут ограничены исключительно торжествами. По словам руководителя региона, данное событие – хорошая возможность сделать Черкесск еще краше, благоустроеннее. Бескутило развитие руководителя, что будет столько-то паровых телегубов. По всему, конечно, будет поддерживать. А вот, ремонт инженерной инфраструктуры, средств и новых инфраструктурных. Но самое главное, что мы должны с вами подумать о создании новых высококвалифицированных отношений. Создание новых предприятий на территории города. В планах развития не только северного микрорайона Черкеска, о чем в последнее время говорилось немало, но и южной части города. Внимание будет уделено возведению спортивных, культурных учреждений, объектов здравоохранения и многого другого. То есть появится все то, без чего невозможно представить создание удобств для населения. Артур Махцелий Бастанов, Вести, Карачаев, Черкесия. Знать, чтобы помнить. Сегодня состоялся традиционный диктант Победы. Проверить свои знания о Великой Отечественной войне может любой желающий житель России, а также гражданин другой страны. Глава Карачаева Черкесии Рашид Имрезов также принял участие. В одной из площадок для написания диктанта стал Центр военно-патриотического воспитания молодежи города Черкесска «Авангард». Перед началом акции воспитанники Центра юнормейца и ребята из поискового отряда «Подвиг» приняли участие в торжественной церемонии. Альбина Ламкова продолжит тему. Ты живи, моя Россия. Слова в песне ярко выражают и описывают историю нашей страны. Исполняли ее совсем юные девчонки. Но пели осознанно. Чувствовалась гордость за родину всех участников торжественной церемонии. Каждый год патриотическая акция «Диктант Победы» приобретает больше эмоций, мотивируя всех его участников на более глубокое изучение богатой многовековой истории России. Это важное событие в моей жизни. Сейчас я буду писать первый раз «Диктант Победы», но и не последний раз. Я считаю, нужно историю знать всей молодежи. «Диктант Победы» объединяет людей разного возраста, разных профессий. Людей, для которых образ Великой Победы остается высоким нравственным ориентиром. Министр образования и науки Инна Кравченко каждый год принимает участие в акции и считает значимым событием. В этом году проходит в пятый раз и в необычных условиях. 50 площадок республики открыли свои двери для всех желающих написать диктант и почувствовать особую атмосферу патриотизма. А торжественная церемония только зарядила всех ее участников. Хочу сказать, что непростая ситуация сегодня. И молодое поколение чувствует эту ситуацию, сопереживают, пишут письма солдатам, чтобы поддержать их. Мы сопоставляем аналогию проводим тех военных действий, которые были 78 лет назад и то, что сегодня происходит. Мы больше убеждаемся в том, что молодое поколение должно знать свою историю. И диктант Победы позволит нам проверить как раз эти знания. На мероприятии было отмечено, что с каждым годом все больше жителей нашей республики желают принять участие в акции. Значимость данного мероприятия в первую очередь в том, чтобы показать, что есть такие, как вы, защитники, которые сегодня должны отстоять это право на эту победу. И пока есть такие молодые ребята, как вы, у нашего народа точно есть будущее. Официальная часть завершилась. И напутственные слова получены. Всех участников акции пригласили на регистрацию. Затем провели небольшой инструктаж. После все приступили к выполнению заданий. Им предстояло в течение 45 минут ответить на 25 вопросов. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Корчаева, Черкесия. Так пахнут только мамины лакумы. Жители аула Зиюк организовали гуманитарный груз для земляков, который сейчас находится в зоне СВО. По их просьбе, женщины аула приготовили традиционные черкесские блюда, которые выдержат долгий путь, не утратив свои вкусовые качества. О грузе с кулинарным изыском Фатима Даурова. Засолки на зиму собственного производства прямиком из сельских погребов оказались среди десятков других ящиков, заполненных гуманитарным грузом. В этот раз при оформлении груза учитывались личные пожелания бойцов. Они в основном касались вкусовых предпочтений. Домашняя черкесская кухня, к которой так привыкли ребята из Зиюка, оказались во главе списка желаний. Например, вяленое мясо из баранины пойдет на главное традиционное блюдо – льгур с мамалыгой. Пирожки с сыром халива прекрасно дополнят картину домашнего обеда. Так могут пахнуть только мамины лакумы. А любимый напиток Махсыма, который обычно подают на праздничное застолье, уже выдержан и готов к отправке. Как и десертные сладости – традиционные виды халвы. Все это кулинарное великолепие приготовлено руками матерей, сестер, жен, дочерей и соседей ребят, которые сейчас выполняют свой военный долг далеко от родного аула. На поступившие от жителей аула денежные средства закупили самое необходимое – от питьевой воды до комплектующих квадрокоптеров, покрышек для КАМАЗов, аккумуляторов и многих других вещей, полезных для фронта. Это не первая гуманитарная помощь, которую мы отправляем. Что сказать нашим ребятам, защитникам нашим, чтобы они вернулись живыми, здоровыми все. Хоть государство и обеспечивает военнослужащих всем необходимым, очень важно внести собственный вклад и поддержать ребят. Этим мы стараемся показать им, что мы с ними, ждём их и любим, делятся мыслями активисты. Сегодня мы гуманитарную помощь отправляем в Украину. Наши ребята с аула с первых дней наших ребят много там воевали, защищали нашу родину и до сих пор защищают. Вот сегодня мы отправляем гуманитарную помощь. Это очередной рейс сегодня отправляем. С счастливого пути машина отъехала. Мы ждём наших ребят с победой. Фатима Даурова, Зарема Карданова, Либастана, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь с градом. Ветер в восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6-11, в горах местами 0-5, днём плюс 17-22 тепла. В горах местами до плюс 14. В Черкесске ночью без существенных осадков. Днём кратковременный дождь, гроза. Ветер в восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9-11, днём плюс 20-22 тепла. В Кисловодском цирке с 29 апреля оживают мифы Древней Греции. Арена цирка превратится в бескрайнее море. Фонтаны, морские котики, лазерное шоу, живой вокал. Всё это цирковой мюзикл на воде «Одиссея». Окна в рассрочку! Оконный комбинат. Сегодня день российского парламентаризма. С праздником жителей республики поздравляет глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Сегодня, как и 117 лет назад, от депутатов всех уровней зависит эффективное решение многих вопросов государственной важности, которые в первую очередь важны для избирателей, а принимаемые законы, безусловно, влияют на эффективное развитие нашего государства. Поэтому народные избранники должны быть компетентны, профессионально образованы и, главное, любить своё отечество и уважать его граждан. Народным собранием Карачаева Черкесии накоплен значительный опыт законотворческой деятельности. Депутаты республики постоянно работают над совершенствованием законодательства совместно со всеми ветвями власти в Карачаево-Черкесии. Разрабатываются нормативные акты, направленные на успешное социально-экономическое развитие региона. В региональном отделении партии «Единая Россия» состоялся круглый стол. Собравшиеся говорили об устойчивом развитии экономики. Это такое развитие экономики общества и технологий, при котором качество жизни человека повышается, а негативное воздействие на окружающую среду минимизируется. Понятие включает три основных аспекта – экологический, социальный и экономический. Участники круглого стола отметили, что в настоящее время одной из важнейших задач становится развитие экономики без ущерба для экологии. В этом плане наша страна и регион в целом не остается в стороне от мировых тенденций. Представители правительства ведущих производств республики говорили о применении технологии малоотходного производства и сошлись во мнении, что работа в этом направлении идет эффективно, хотя и есть над чем работать. Данный проект направлен в первую очередь на развитие экономики. Но если у нас есть другие проекты, которые связаны конкретно с какими-то импортозамещениями, выбирать свое у нас, например, есть проект, который нацелен именно только точечно на импортозамещение. Потому что те новые реалии, с которыми мы столкнулись, показали нам, что у нас есть уязвимые места, которые нам необходимо всей стране восполнить. То этот проект, он ведет речь про конкурентоспособность страны в экономическом ее плане, то есть развитие самой экономики. Экология, наверное, одна из самых сложных. И в осознании, и в понимании, и в отголосках, и на ближайшее будущее. Эффект, то, чего мы делаем сегодня, оно безусловно имеет протяженность воздействия десятилетиями. На финишную прямую вышло строительство уникального для нашего региона спортивного сооружения. Первый и пока еще единственный в Карачаево-Черкесии ледовый дворец по проектному плану должен открыть свои двери до конца текущего года. О том, что уже сделано и над чем продолжают работать строители, узнавал Ахмат Халкечев. Строительство ледового дворца в Карачаевске было начато чуть меньше года назад, летом 2022 года. Но за столь короткий срок проделан весьма внушительный объем работ. Сейчас полностью собран каркас сооружений, также практически завершен и монтаж непосредственно самого ледового поля. Теперь строители приступили к возведению стен и перегородок будущего спортивного комплекса. Установка оборудования уже началась определенного. Ну и в дальнейшем идут бетонные работы. Сейчас устанавливаются трубки все и будет установлена именно холодильная установка. Сооружение собой представляет универсальный комплекс, рассчитанный как для тренировок различных секций, так и проведения масштабных соревнований по всем видам ледового спорта. Размеры только самого ледового поля будут составлять 60 метров в длину и 30 в ширину. Жители населения города давно ждали этот объект, где техники наши будут заниматься спортом, развлекательным видом спорта. И надеемся и на результаты, конечно. Сам комплекс, площадка ледовая площадка, она универсальная. Любые виды спорта зимнего характера могут применяться в данном спортзале. Как говорят представители подрядной организации, ледовый дворец в Карачаевске по плану должен открыть свои двери до конца текущего года. Ахмад Халкечев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Дорога к счастью». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok